здорово пацаны края на поле мы играем прежде всего для болельщиков мы все видим все слышим читаем в интернете читают наши родители к сожалению не могут поставить мне точный диагноз я не могу сказать что я ставлю . а Ты за неделю до финального матча Кубка КФС, прямо после игры чемпионата, объявил о том, что завершаешь свое выступление за футбольной клубе Евпатория. Не все болельщики тогда могли присутствовать на том матче, могли не слышать. Давай расскажем о причинах такого решения. Да, уже последний тур был чемпионата здесь, и я подошел к всем болельщикам, подошел к тем преданным болельщикам, которые действительно 5 лет нас поддерживали, несмотря ни на какие ситуации, что происходило. Их, к сожалению, не так много оказалось, которые всегда были с командой вместе. Хочу сказать им огромное спасибо. Они приезжали на своих машинах, я знаю, и в Керчи, и в Феодосию, всегда поддерживали. И самое приятное, знаете, никогда не слышали плохих слов, то есть свои адресы, потому что играя на поле, мы играем прежде всего для болельщиков. И честно скажу, мы все видим, все слышим, читаем в интернете, читают наши родители. Поэтому, то есть, и хотел бы в дальнейшем попросить и такое пожелание болельщикам, это поддерживать команду в любой ситуации. То есть, вы болеете за город, прежде всего за команду, то есть, и поддерживаете так, как и поддерживали. Что касается меня, то действительно, 4 мая в прошлом году я получил серьезную травму. И как не пытался лечить, то есть, много прошел всего консультаций. Ну, к сожалению, не могут поставить мне точный диагноз. И вот, можно сказать, полтора года я отыграл каждую игру на уколах. То есть, ну, честно скажу, это сложно. Выходишь на поле, ты не чувствуешь себя полноценно, у тебя что-то тревожит. И потом, вечером от укола, вот это все начинает отходить, знаете, и плохое самочувствие. Можно сказать, полтора года я мучился. Мучился, и вот делал МРТ, УЗИ. Мне ставили разные диагнозы, там, говорили сначала там нерв поврежден, там, поврежденные сосуды, еще что-то. Ну, и так, и на все причины. Сейчас, в очередной раз я сделал МРТ, как бы, оказалось, там, вроде бы, с коленом проблема. То есть, сейчас еду домой к родителям, там уже отец занимается. Клиника есть серьезная, именно по суставам, по этим. То есть, ну, и будем разбираться. Скорее всего, предстоит, действительно, мне операция, восстановление. Поэтому, пока то, что не могу сказать, что мне и как. То есть, я вот на память сегодня вечером выезжаю, что здесь, а затем выходит. То, что там говорят, заканчиваешь карьеру, заканчиваешь карьеру. Ну, мне сложно сказать, знаете, ситуация уже очень большая, потому что я чувствую в себе силы еще. Силы, желания и играть в футбол. В любом случае, я буду играть в футбол. На каком уровне, это уже другой вопрос. Хотелось бы еще поиграть на хорошем. И все будет зависеть от самого, делить мои травмы. Ну, если честно, вот, действительно, уже тяжело, морально. Я должен был уезжать еще перед Севастополем. После того, как мы сделали снимок, действительно, нашли проблему. Сказали, надо лечить. Ну, получилось так, что у нас пропускало 3 или 4 человека. И важная была игра. И мы сели с ленинским штабом, с руководством поговорили. Они говорят, ну, вот, надо игру отыграть. И тогда уже есть. И, знаете, ну, знаете мой характер. Я отыграл Севастополем. И я не мог развернуться, как бы, знаете, уехал. Соответственно, довели все до конца. Я считаю, что это нравится. Правильно. Редактор субтитров А.Семкин Какими они получились, эти 5 сезонов в составе «Желто-Черных»? Ну, скажу, это было хорошее время. То есть за эти 5 лет мы стали дважды чемпионом Крыма. Выиграли кубок Крыма. К большому сожалению, два раза участвовали в суперкубке. И, к сожалению, пока не получилось. Но я надеюсь, что 19 сентября все-таки этот трофей будет у нас в музее. Я скажу, это было замечательное время. Вспоминая первый сезон, в нем был, на мой взгляд, ключевой момент, когда была серия неудач. И, возвращаясь после поражения в Ген-Дусе, главный тренер, руководитель, команда Крыма, Вячеслав Беляев, подал в отставку. Руководство эту отставку не приняло. И было время, два матча на исправленной ситуации. Тогда, как говорят, командой на свой день рождения собрались вместе, поговорили. И после этого началось движение наверх. Расскажи об этой ситуации и как это выглядело изнутри. Ну, действительно, была такая ситуация. Был такой период, знаете, что мы не могли выиграть на Университете. Не могли мы выиграть в Феодосии на этом стадии. Ну, команда строилась. Да, Вячеслав Витальевич принял команду. Вы говорили, ну, ты собрал людей, которые никому не нужны, знаете. А он сказал, я с ним, я был футболистом, я не буду выиграть. И вследствие его работы, дальше мы стали и чемпионами, и выиграли. Третий сезон чемпионский. Тогда Евпатория с первых туров захватила лидерство и почти до середины весны шла, не замечая соперников по турнирному пути. Потом случился сбой большой, кратковременный. В чем причина? Поверили, что цель уже достигнута? Ну, знаете, как бы в каждой команде всегда бывает какой-то спад. Ну, и у нас, можно сказать так, получилось, что именно в начале у нас была первая игра в Феодосии. Мы выиграли, все нормально. Потом там такое получилось. Собрание не очень приятное, знаете. Ну, немножко не то, что там, как говорят, конфликты в Патуре. Немножко поздорили, там ничего такого не было. Знаете, ну, как и в семье, знаете, любое какое-то недопонимание дает отпечаток. Может, действительно, был какой-то отпечаток, знаете, но потом все, опять же, мы все сели, поговорили, нашли общий язык и довели все до логического завершения. Опять же, правильно вы сказали, слава Богу, что все так. То есть люди, мы все взрослые, умные, нашли общий язык и все хорошо. Четвертый сезон можно назвать перестроечным. Тогда многие ребята из чемпионского состава стали искать мотивацию, перейдя в другие клубы. Почему ты остался? Ведь наверняка понимал, что с молодым тренерским штабом команду будет не харадить. Без этого никак нельзя. И у тебя же наверняка были приглашения. Ну, были варианты у меня, и там разговоры были. И с руководством Евпатории я встречался тоже разговаривали. Я не буду говорить, ну, в России действительно я разговаривал с командой с одной в Крыму. И, как бы, какие-то мысли уже были, знаете, там, перейти. Ну, хотелось, просто хотелось результат, там, знаете, как бы, позвонили, рассказали мне, там, будет все хорошо, давай, там. Ну, хочу сказать спасибо огромное своему папе, который, знаете, я никогда решения не принимал, можно сказать, не посоветовался со своими родными. И в тот момент я посоветовался, и, знаете, обычно мне отец советовал, а здесь он конкретно мне сказал, что, сынок, ты пойми, что для тебя есть Евпатория и есть все остальное. То есть, и всегда надо оставаться с человеком, чтобы не случилось в жизни, какие-то не были там проблемы. Ну, и я остался Евпаторией. А то, что лихорадило, ну, я вам скажу, просто мало было времени на подготовку у нас. И приезжали футболисты, знаете, там много ушло, приезжали футболисты, смотрели, как в основном те, кто не попал никуда и пересидел. Я вам скажу так, что нам бы на то время укрепить 2-3 позиции, мы бы закончили в тройке. Ну, есть то, что есть, поэтому это тоже был определенный урок в жизни, но я не могу сказать, что мы его провалили, честно. Были хорошие игры, еще в октябре месяце, по-моему, когда мы обыграли дома Севастополь, мы шли на втором месте. Поэтому это тоже такой жизненный урок, это надо было пройти. Вчера ты в последний раз вывел в футбольный клуб Евпаторию с капитанской повязкой. На этом ставишь точку в отношении с Евпаторией или все-таки не исключаешь возможность возвращения, скажем, в качестве тренера? Ведь мечтаешь в будущем связать себя с этой профессией? Да, действительно такой грустный момент был вчера. Действительно, ну, я не могу сказать, что я ставлю точку, и жизнь продолжается, она это не заканчивается. Но я не говорю, знаете, прощай. Я говорю, до свидания. И все может быть, все может быть, знаете, как бы... У меня жена Евпатория, и город Евпатория стал родной для меня. И, как я уже говорил в интервью, повторюсь, для меня есть Евпатория и все остальное. Все может быть. Я и не буду говорить, да или нет. Жизнь покажет, как она. В этом сезоне у команды неофициальный клич. Главное, спасибо за виду, как это случилось. Ну, это Владислав Сосов придумал. Ну, не то, что я придумал первый, кто сказал это. По-моему, мы играли в инком спорте. А до этого, Влада был в инком спорте. Ну, института, немножко, как бы, не почелочески. И для него были, как бы, игры принципиальные. И когда мы забили голу, он начал кричать. Ну, так и пошел. Перед решающими матчами, когда команда сначала покинулась к лапу, которую мы только что вспоминали. Потом Евгений Харченко, третий был поддерживат в условии клуба. Не было опасения, что без ударов под урок. Я вам скажу, достойные ребята заменили, которые были в команде остались. Но переживали, если честно. И Влада, это был в руках основного состава. И Женя Харченко тоже забивал в настоянке. И много решающих ключей. Были, конечно, переживания. Но, слава богу, что мы вышли с этой ситуацией достойно. И знаем, что ребята были с нами на каждой игре мысленно. Они нам писали, там группа у нас есть. Всегда писали поддержку. Хочется отметить, что Женя Харченко, он вообще писал очень такой, знаете, мотивационный. Поэтому, то есть, они были с нами и с нами вместе. И, конечно, еще раз повторюсь, то, что очень хороший коллектив собрался, поэтому все мы видим. Потом был чемпионский матч с океаном, а после холодный душ от Казалташи. Как ты считаешь, что по делам мы тогда достались? Знаете, бывают такие дни, когда все у тебя получается. А бывают такие дни, когда ничего не получается. Я не могу сказать, что мы не готовились или вышли там уже чемпионы, что-то. Вот у Казалташи в тот момент получилось все. Каждый удар в гол, понимаете. Какой-то рикошет, отскок, в гол. Все им. Мы же, знаете, идем в контратаку, бьем, попадаем в перекладину. Контратака нам в гол, понимаете. Там штангу попало. То есть, там при счете даже 2-0 забей два мяча, два момента хороших у нас было. Было бы все по-другому. Но, честно скажу, неприятный момент и осадок остался от этой игры, конечно. Ну, как сказал главный тренер, хорошо тогда и Барселона проиграла, и Шахтер. Так что, ну, много нам, можно сказать, забрала силы эта игра в плане психологического. Для тебя Евпатория – это не только команда, но и город, где ты встретил свою вторую половинку. Кто она? Фанатка сектора, а может быть, футболистка? Нет, мне кажется, раньше она и вообще не интересовалась футболом, ничего. Получилось вообще все случайно, можно сказать. Мы с другом моим Димой Клочко снимали в этом подъезде, в квартиру. И как-то после одной из тренировок мы шли домой. И идем все спокойно, что-то разговариваем, уставшие, вот с этого вот места, вот, просто вылетает девчонка на самокате и ударяется в меня. И падает, я его руками ловлю и говорю ей, малая, давай поутурать. И она вот посмотрела, знаете, на меня вот своими глазками такими и говорит, здорово, пацаны. Знаете, и вот начало общение с ней, как бы. Она сама с Евпаторией училась во второй школе, как бы. И вот начали общаться с ней, знаете, как, честно скажу, даже не думал, что будут какие-то там серьезные отношения. И, ну, уже скажу так, что действительно я встретил того человека, знаете, как, о котором мечтал всю жизнь. Есть, когда человек, там, представляя свою жену, вот действительно у меня была мечта, вот именно встретить такого человека, которого я встретил. И я вам знаете, что скажу, то есть, когда я сижу там, иногда анализирую свою футбольную карьеру, там, с отцом, знаете, ну, есть о чем поговорить. И всегда мне отец говорит, да, может где-то что-то получилось, где-то нет, но самая большая победа в жизни – это Алинка. Это тот человек, которого я встретил. Быть супругой футболиста нелегко. Постоянные разъезды, долгие разлуки. Говорили об этом перед вас? Ну, вы знаете, Алинка жила здесь, в Евпатории, мы были все время вместе. А вот последние два года она живет и учится в Москве. Честно скажу, да, расстояние дает знать о себе. Очень сильно скучаешь, знаете, тяжело друг без друга. Но она такой человек, знаете, я у нее спрашиваю, как ты, что ты там? Она говорит, да нет, все нормально, родненький мой, ты играй в футбол. То есть она понимающая, знаете, и в то же время я смотрю, когда у нее глазки и слеза появляются на глазках. Тяжело она это все переносит, но она все в себе держит, понимаете. И она мне всегда говорит, главное, чтобы ты получал удовольствие. То есть она не ставит свое на первое место. И я счастлив, что у нас есть это взаимопонимание в этом. Стало известно, что по итогам этого сезона тебя признали лучшим полузащитником чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. Что для тебя значит признание коллег по цеху? Честно скажу, для меня в первую очередь это команда. Вот мы стали чемпионом, для меня это главное. А то, что там признали лучшим полузащитником, ну, приятно, не более того. Мне позвонил отец и говорит, так и так вот. Честно скажу, я его поздравил, потому что для него это больше радость, чем для меня. А для меня радость то, что я отдавался на поле и делал все возможное для того, чтобы команда стала чемпионом. Я хотел бы пожелать следующему капитану Евпатории это идти только вперед. Добиваться успехов и чтобы был сплоченный коллектив. Как показало время, это самое главное. Добавил субтитры субтитры. Добавил субтитры субтитры. Продолжение следует...